Иглоукалывание, массаж, гуаша, простановка банок. Здоровье начинается с традиционной китайской медицины. Тайны китайских докторов. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Тайны китайских докторов». Мы рассказываем о сохранении и укреплении здоровья методами традиционной китайской медицины. Я китайская телеведущая, мое русское имя Зоя. Здравствуйте, меня зовут Лана. Здравствуйте, меня зовут Денис. Лана, Денис, вы знаете, что дети как надежда нашей семьи. Сейчас много семей страдают от ДЦБ. Да, конечно. Все родители хотят, чтобы их детки росли здоровыми. А родители детей, страдающих ДЦБ, они постоянно испытывают большой эмоциональный стресс. Да, сейчас в России очень много детей, болеющих ДЦБ. И они все очень верят, что в Китае можно вылечиться от традиционной китайской медицины. Да, именно наша сегодняшняя дема связана с ДЦБ. Давайте пригласим доктора реабилитационного госпитара «Радуга», который познакомит нас с реабилитацией методами традиционной китайской медицины. ДЦБ расшифровывается как детский церебральный паралич. Он характеризуется нарушением мозговой и двигательной активности из-за неправильного развития коры, ствола и капсулы головного мозга. Заболеваемость ДЦБ составляет примерно 8%. У многих эта болезнь проявляется уже через три месяца после родов. Это приносит семье большие страдания, поэтому мы рекомендуем незамедлительную реабилитацию в хорошей больнице методами традиционной китайской и западной медицины. Длительность курса зависит от степени заболевания и индивидуальных особенностей ребёнка. Некоторым хватает 6 месяцев, другие находятся на лечении несколько лет. Так что же является причиной ДЦБ? Это врождённое заболевание? Мне кажется, это может быть ещё связано с недоеданием или неправильно употреблёнными лекарствами в процессе беременности. А если при полиэмбрионии, вероятность ДЦБ выше? А вы знаете, почему именно дети могут заболевать ДЦБ? Давайте послушаем доктора. Имеется множество причин, вызывающих ДЦБ, таких как курение, употребление алкоголя, употребление наркотиков, гипертония при беременности, сахарный диабет и так далее. В процессе родов ДЦБ может быть вызвано из-за удушья, либо из-за родовой травмы. Инфекция внутри головных сосудов, кровотечение также могут стать причиной ДЦБ. Кроме того, ДЦБ может возникнуть из-за полиэмбрионии. В этом случае возникает недостаток питательных веществ, что может вызвать отставание в умственном развитии. А раньше, когда мы проводили съемку сюжетов о детях, опареющих ДЦБ, мы слышали, что они как сильно прагали, сильно страдали. А может быть, это одним из симптомов? Ну, вообще, я слышал, при заболевании ДЦБ не затрагивают умственные способности. Всем известно, что чем раньше начать лечение, чем раньше обнаружить болезнь, тем лучше. Так какие же симптомы проявляются на ранней стадии ДЦБ? Давайте узнаем о них. Лана, это очень хороший вопрос. А именно какие симптомы проявляются при возникновении ДЦБ? Давайте узнаем у доктора об этом. Симптомы ДЦБ обычно появляются через три месяца после родов, так как в это время проявляется рефлекс царапания. У тех, кто болеет ДЦБ, этот рефлекс может отсутствовать. Такие дети также не могут поворачиваться, стоять и сидеть. Кроме того, у них проявляется ненормальное положение тела и ненормальное мышечное напряжение. У 50% пациентов наблюдается умственная отсталость лёгкой и средней степени. У 25% пациентов такая отсталость отсутствует. У остальных 25% пациентов проявляется умственная отсталость в тяжёлой степени. У 39-50% пациентов, страдающих ДЦБ тяжёлой степени, может проявляться эпилепсия. На поздних периодах симптомы постепенно усиливаются. Доктор только что нам рассказала о симптомах при болезни ДЦБ. А какие ещё должны быть проверки в больнице? Да, и в какой ситуации уже можно сказать, что точно это ДЦБ, поставить точный диагноз? Да, это действительно очень интересно. Давайте послушаем доктора об этом. Первые диагностические процедуры — это компьютерная томография и МРТ головы. Электроэнцефалограмма требуется пациентам, у которых наблюдается внешние повреждения головы, либо есть подозрения на энцефалотрофию. Как показывает практика, у 80% пациентов такое исследование, как электроэнцефалограмма, выявляет наличие ДЦБ. А ДЦБ оказывает большое влияние на жизни детей и всей семьи. Да, и начало реабилитации на ранней стадии всегда оказывает наилучший эффект. А какой период считается реабилитацией на ранней стадии? Если не проводить реабилитацию на ранней стадии, то будет ли вообще от неё эффект? Денис, это очень хороший вопрос. Давайте узнаем у доктора. Лучший период реабилитации ДЦБ по длительности составляет не менее 6 месяцев. Начинать нужно в первый год жизни, потому что развитие организма в этот период находится в самой быстрой стадии. В течение этого времени проявляется реконструирование клеток мозга, улучшаются функции его развития. Кроме того, при обнаружении симптомов ДЦБ рекомендуется своевременное лечение в больнице, которое специализируется на лечении ДЦБ. На самом деле реабилитация ДЦБ является системным процессом реабилитации, а здесь и требуется поддержка и взаимодействие больных, детей и родителей. А на основании каких стандартов докторы устанавливают варианты лечения? Мне кажется, этот вопрос надо узнать лучше у доктора. Реабилитация детей с ДЦБ представляет собой высокоэффективный комплекс лечебных мероприятий, направленных на восстановление и улучшение текущего состояния больного малыша. Процедуры помогают ребёнку адаптироваться, улучшить физические и умственные способности. Мы сначала делаем предварительный анализ состояния болезни, чтобы узнать причины, вызывающие ДЦБ. Далее в процессе реабилитации мы устанавливаем планы лечения и реабилитации в соответствии с состоянием пациентов. Через некоторое время мы делаем анализ развития болезней и корректируем план лечения. Лечение и реабилитация детей с ДЦБ в первую очередь помогают им адаптироваться в обществе и вести относительно нормальный образ жизни. Программа восстановления состоит из нескольких этапов, каждый из которых направлен на развитие и усиление сильных сторон. К лечению малышей подходят комплексно. В программу реабилитации включают медицинское лечение, физические упражнения, психологический подход и занятия для улучшения памяти и мышления. А используется ли в процессе реабилитации ДЦБ такой метод, как иглоукалывание? Мне кажется, на основе уже вышедших передач именно будет этот метод. Да, Денис, это и право. Вы знаете, что в самом начале этой передачи мы уже говорили о том, что много детей и речится в Китае. Давайте дальше посмотрим, один из российских пациентов, как у нас речится в Китае. Это наша маленькая пациентка, её зовут Мия. Из-за задержки развития организма в год и два месяца она не могла поворачиваться и стоять. Родители забеспокоились и начали подозревать наличие болезни. По результатам диагностики было выявлено, что у неё есть ДЦБ и развелась болезнь из-за гипотонии во время беременности мамы. В соответствии с разными видами ДЦБ и симптомами пациентов мы осуществляем реабилитацию. У неё ДЦБ в виде гипотонии, так что мы применяли иглоукалывание в зоне головы, на ручках и ножках. После иглоукалывания снимается мышечное напряжение. Сама процедура длится 30 минут. После неё делается массаж. А мототерапия является очень важным методом в процессе реабилитации, который помогает восстановить двигательные функции. А что именно включает в себя мототерапия? Вот перевороты сбоку-набок стоячие положения – это же очень простые движения. Это тоже надо делать под присмотром профессиональных докторов? Давайте дальше посмотрим на процесс реабилитации пациента из России. Из-за малого возраста пациентов, страдающих ДЦБ, иногда, когда они двигаются, им трудно выполнять некоторые движения, которые необходимы для реабилитации. Так что мы обычно повторяем несколько движений. Мы заставляем детей ворочаться, вставать и сохранять стоячее положение. Вот так мы помогаем детям переворачиваться. Также мы учим малышей стоять. Кроме фрияния на двигательные функции, ДЦБ также может оказывать фрияние на функции языка. То есть потребуется еще реабилитация функций языка. Да, давайте вместе посмотрим, как происходит реабилитация языковой функции. Хорошо, давайте. В процессе реабилитации мы также огромное значение уделяем тренировкам языковой функции. Это значит, что детки выполняют определенные упражнения при помощи рта и языка. Такая практика очень важна, потому что с ее помощью мы улучшаем функцию глотания. Мы лечимся в клинике «Радуга» уже третий раз. Первый раз мы приезжали на два месяца, второй раз приезжали на месяц, сейчас приехали опять на два месяца. Когда мы первый раз приехали, Миюша не умела переворачиваться, она не гулила, она не умела держать игрушки. На сегодняшний день, спустя три реабилитации, Мия уже умеет переворачиваться, она сама держит игрушки, она может произносить звуки. То есть со временем, медленно, но улучшения они есть. Мы это видим, потому что это не может все очень быстро произойти, она не сможет быстро выздороветь. Поэтому мы понимаем, что на это нужно время. Поэтому мы обязательно будем приезжать еще лечиться сюда. Мы считаем, что эффект очень хороший. Хорошо, давайте дальше посмотрим группу в нашем ВКонтакте. Какие вопросы есть у пациентов, жирающих, приехать к нам на лечение? Давайте посмотрим, что за первый вопрос. Так, есть первый вопрос. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, какой курс реабилитации ДЦП? Да, это очень хороший вопрос. Давайте послушаем доктора. Реабилитация детей с ДЦП необходима, чтобы не допустить ослабления и атрофии мышц, избежать развития осложнений, а также к ней прибегать с целью содействия моторному развитию ребенка. Срок реабилитации в среднем составляет от 6 до 12 месяцев. Давайте дальше посмотрим, что за второй вопрос. Второй вопрос. Добрый день. В течение какого периода после реабилитации требуется повторное обследование? Давайте узнаем у доктора об этом. Период повторной проверки каждого пациента отличается в соответствии с ситуацией и симптомами пациента. Для некоторых пациентов проверка осуществляется раз в месяц. Для пациентов с серьезной формой ДЦП в виде гипотонии требуется постоянная реабилитация. Наша сегодняшняя телепередача на этом и завершается. Если у вас возникнут вопросы, вы можете посетить наш сайт. Я оставлю все вопросы, дам. Риба, позвоните нам по номеру, угаданному на экране. Мы будем очень рады. Спасибо. До свидания. До свидания. До новых встреч. Тайны китайских докторов Редактор субтитров. До новых встреч. Продолжение следует...